Таня, давайте начнем наш сегодняшний разговор с вашего нашумевшего ролика, в котором вы обещаете украинским таможенникам, что скоро на Украину придет Россия и их перевешивает на фонарных столбах. Не таможенникам, а погранцам. Таможенники к нам никаких претензий не имели. Пограничникам. А вы действительно считаете, что скоро придет Россия и так жестоко с ними расправиться? Ну, они все для этого делают. Они просто ведут себя именно так, чтобы ускорить этот момент, не думая, что он будет для них прекрасным. И именно это я им и сказала. Ну, они вырезали 27-секундный кусочек и показали общественности. Но даже самые тупые майдауны стали говорить, так вы покажите полную вообще видеозапись, что вы только 27 секунд показали, котики. Ну, там вообще начался цирк. Этот Слободян, речник погранцов, начал рассказывать, что они меня задержали по требованию какого-то неведомого правоохранительного органа. Но оказалось, что меня вообще никто не задерживал, и ко мне нет претензий. Претензий и к бойко. Причем какие и на каком основании, никто так и не понял. В итоге все закончилось тем, что не составили жалкий протокольчик за злостное неповиновение погранцам, что он отказался предоставить машину для досмотра. А почему он отказался предоставить? Потому что его изначально пропустили, он проехал, стал уже к полякам в очередь. И только потом этим дебилам что-то клацнуло в голове. Может, потому что машина до Донецких номерах, может, потому что он со мной ехал. Кто их знает, я-то осталась, меня бы кто угодно до Кракова подвез, там меня по очереди знало, и народ там общался, охотно рассказывал, какие твари, все эти погранцы, какой беспредел они чудят. Смотрю, к бойко подходит пограничница, и елейным таким голоском, дайте, пожалуйста, ваш паспорт. Я ему кручу, бойко, не давай ничего этой суке. Он меня то ли не услышал, то ли просто раньше сообразил, он отдал паспорт, после чего его вернули на украинскую территорию, паспорт забрали, и начался цирк на дроте. Они его отвели наверх насильно. Он говорит, что хотели составить по 208 протокол и даже составили за какое-то неведомое преступление. Ради этого дернули даже адвоката из бесплатной правовой помощи из Яварива. Ну, понятно, что вряд ли бы они дергали адвоката из бесплатной правовой помощи ради протокола по админке. Ну, говорит, потом этот протокол по 208 порвали. В общем, вся эта тягомотина длилась практически всю ночь, ближе к 4 утра, меня дернули как свидетеля. Я охотно расписалась в протоколе, после этого нам отдали паспорта. Все мои вопли на тема вы охренели, отдайте мой паспорт, может я еще как-то, блин, успею в Краков на самолет. Вот, напалкивались, нет, вот вы вдвоем написаны в талончике, по которому вас пропустили на пропускной пункт, поэтому вы вот вместе с ним вперед из песни. Самая хохма была, когда они в 4 часа ночи говорят, ну что типа, вы типа в Польшу или как? Мы говорим, нет, мы в прокуратуру. Мы ехали во Львов по иную прокуратуру, накатали на них телегу, внесли дело в реестр. Вот, после чего Бойко, уже проклиная все на свете, потому что пропустил соревнования, вернулся в Киев, а я поехала в Медыко-Шегини, там где народ все-таки поменяемый, спокойно перешла пеший переход. Там меня уже дали поляки, да подвезли в Краков. Но, когда я подавала паспорт уже в Шегинях, ну спокойно подаю в общей очереди, она смотрит на мой паспорт, смотрит в компьютер, вот так вот на меня, как будто я Медуза Гаргона, а не Таня Маньян. Побежала с моим паспортом, где-то 5 минут с ним таскалась, потом вернула без слов, ну я себе спокойно пошла, поляки меня спокойно пропустили. Вообще, я считаю, что погранцы вытащили джекпот, потому что торбануть одновременно и меня, и Бойко, надо быть очень везучими людьми. Ну там уже адвокатура запросик написала, не знаю, правда, как там насчет ответа на тему, а кто меня вообще задержал и за что. Хотя там куча моих врагов, но тут вопрос шкурный, потому что многие адвокаты защищают всяких там террористов, сепаратистов, и никто не хочет, чтобы было давление. А давление сейчас и так массированное. То наебушники обыщут адвокатов, то еще какая фигня. Очень многих посадили. Я вот сейчас защищаю адвоката Кошеля, вся вина которого только в том, что он там был в окружении Курченко. И ему теперь вбабахали залог в 200 миллионов. Твою мать, ребята, вы что, больные? Ничего сидит. Уже перевели со Скольдова в Лукьяновку, что свидетельствует о том, что он даром никому не нужен и просто сидит как заложник. Ну а кому он нужен-то? Если у нас уже начинать дергать адвокатов, которые работали на товарищей злочинной панды, то давайте уже переходить на парикмахерш, маникюр, водителей, косметологов и прочую обслугу. Ну что за детский сад? То есть беспредел творится бог знает какой, и значит должно было так случиться. Если ради этого надо пожертвовать стоимостью билета визыр Краков-Барселона и двумя днями отпуска, ну значит судьба такая. Так случилось. Надеюсь, им будет еще приятнее, когда Европейский суд все-таки рассмотрит это дело. Бойко там написал им кучу зверских ходатай, ссылаясь на решение Европейского суда, потому что там полностью польская территория, и по решению одному из Европейского суда поляки несут полную ответственность за все, что происходит на пограничном этом пункте пропуска, даже если он используется совместно с другой стороной. Вот я посмотрю, что там будет дальше. Бойко-то их в покое не оставит, это же бутельер. Это вы видите, это бутельер Бойко, который же... Конечно, конечно. Он уже там публикует флешку, которую наебушники где-то провтыкали в кабаке, а там очень много смачного фарша. Ну да он уже завел себе бложек под романтическим названием «Хуй», то есть «Хроники украинских елопев», и публикует там клевую компру. Так что всем рекомендую подписываться в порядке галтелого пиара. Поскольку его постоянно тоже начал блочить фейсбук, он завел себе отдельный бложек. Ну а все-таки по поводу скорого прихода России, это было эмоциональное высказывание? Нет, это логика. Это просто логика, потому что мы никому не нужны, и это уже понятно. Этот жалкий миллиард, на которого тут анонируют там все упоротые, но это же просто смешно, например, по сравнению с одновременно выделенным, просто безвозмездным траншем на 38 миллиардов Израилю. Ну это военная помощь от США. Да, да. Так вот я же говорю, маленькой стране на 7 миллионов населения безвозмездно выделяют 38 ярдов. Нам какой-то жалкий ярд, и Петя там уже у нас просто бухой, просто едва ли там транш, прийди, молился, крестился и выл. Позор алкашу и дебоширу. Просто это копейки, это реально копейки, чисто для подержания штанов, чтобы Украина не рухнула до того, как в Пиндостане пройдут выборы. Но там все равно все очень весело, потому что бабушка Клинтонша что-то совсем уже впала в деменцию и падает прямо посреди улиц. Такая печалька. Ну ничего, я думаю, ее может заменить Моника Левинский. Я советую демократам подумать на это дело, потому что она ее уже заменяла неоднократно в супружеской постели, фиг ли бы и нет. Заменит и в Белом доме. Хорошая идея. А как вы считаете, изменится отношение Соединенных Штатов после выборов в Украине? И как в зависимости от того? Если республиканец Трамп выиграет, его там не пристрелят, и ничего там не случится, вроде как последние опросы говорят, что он уже на 5% опережает ведьмочку Клинтоншу, все может быть. Если ему захочется порыться в том, сколько распилили бабла доблестные демократы на украинском всем этом гешефте, то все может быть. А масштабы огромные. Если даже какой-то несчастный швед очередной хахаль за вещучки столько баблища тут якобы влил, то что уж тут говорить про 5 ярдов. Я думаю, они все пошли по карманам, в том числе и демократам американским, а нашим-то ложкам осталось копейки из этого. Ну, откуда всякие квартирки-то? Ну, это ж и так понятно. Смотрите, вот проходят, этой осенью будут выборы в США, а в следующем году будут выборы в Европе, в ключевых государствах во Франции. Очень надеюсь, что все эти подонки, которые топили за нашу реголюцию о гыдности, получат закономерный электоральный пролет. Потому что нельзя безнаказан развалить на ровном месте 40-миллионную страну и не понести за это никакого воздаяния. Я надеюсь, что карма их настигнет, а траекторию бумеранга изменить нельзя, как известно. А как Европа будет относиться к Украине? Да никак. Мы им нафиг не нужны никогда не были. Ну, да никак. Как они доили нас, так и будут доить. Нашли, блин, добрых дядюшек-благодетелей, Европу, боже-боже, да они весь мир всю жизнь доили. В Бельгии он не далее, как в 58-м году были человеческие зоопарки. А теперь это вот просто оазис соблюдения прав человека, хоть бы не смешили людей. А можно чуть поподробнее, что за зоопарки они? Одну секунду. В Брюсселе был человеческий зоопарк, где демонстрировали, как диких животных разнообразные африканские племена. Есть знаменитая фоточка, негритянскую девочку кормят бананом, как животное. И вот эти люди втирают нам про права человека, хотя они вот еще совсем недавно на памяти более старшего поколения еще держали людей в зоопарках. Я уже промолчу про то, что творилось в Америке с расовой сегрегацией. Эти-то они нам втирают про права человека, про толерантность и прочую туфту. Мне очень понравилось, как китайцы опустили Обаму. Взяли и не подали трап. Сляны, спускайся, котик. Я уверена, что это было очень клево отрепетировано. И не подача трапа, и не расстилание ковровой дорожки, и заява это наша страна и наш аэропорт. Я думаю, они очень долго тренировались, как они его опустят. И правильно они его опустили, потому что они еще в марте 2014 года агентство Синьхуа распространило заявление, но это можно сказать эдиториал, можно считать официальные позиции Компартии Китая правящей. Общий смысл очень прост. Пиндосы с Европкой лозунгами демократии развалили украинцам страну, развязали гражданскую войну, а ликвидировать последствия своей бурной деятельности они не будут, поскольку они и финансовые, и моральные банкроты, подонки и негодяи, которые лезут разваливать чужие страны и никакой ответственности за это не несут. Это китайцы еще в марте 2014 года официально заявили. У нас, естественно, это никто не пиарил, но мы-то читаем агентство Синьхуа, нам-то интересная позиция Китая. А почему Китай так, ну скажем, встрял в эту историю с Украиной с таким острым заявлением? У него есть какой-то конфликт интересов здесь, между Соединенных Штатов Китайцы никуда не встревали, они просто констатировали общеизвестный для любого вменяемого человека факт. Это что, Украина? Первая, что ли, страна или последняя, в которую полезли эти пиндоско-европейские твари? Нет, конечно, нам что, Малоливии, Сирии, Ирака, в которой оказалось никаких там оснований для вмешательства не было. Вот точно так же и здесь не было никаких оснований для вмешательства. Мы жили себе в своем темпе, со своими коррупционерами, плохими, хорошими, но легитимными. Эти твари нам навязали мерзостных животных, по сравнению с которыми даже злочинная панда Януковича это милые, славные зальсбургские охаристы, безобидные, как кузнечики. Потому что они были хотя бы хапугами и гопотой, но не убийцами и не военными преступниками. Скажите, а как вы можете прокомментировать последний приезд министра иностранных дел Франции Германии и, соответственно, выдачу кредита МВФ? Это как-то взаимосвязано и вообще как-то поменялась у них риторика в отношении Минского процесса? Я думаю, что по кредиту это просто последний шанс поддержать штаны до выборов в Пиндостане, чтобы это правительство не рухнуло еще до начала отопительного сезона и Гройсмана не зажарили где-нибудь вместе с Петей на вертеле. А так это было заведомо проигрышное мероприятие попытаться укатать этих мразей на исполнение Минских договоренностей, потому что они сроду никогда не собирались их исполнять, потому что для них исполнение Минских договоренностей это тотальный крах, поэтому сразу было понятно, что ничего они исполнять не будут. вон на днях прилетело опять в Зайцево ранили 90-летнюю бабушку. Вон какого-то российского корреспондента я читала очередной раз ранили при обстреле Донецка. Но тем не менее на сраной упячке каждый день, что вот нарушили перемирие проклятые боевики. Но только вот нет никаких сведений, что школу нарушили, разрушили на подконтрольной Украине территорию, или детский садик, или жилой дом, зато каждый божий день фотографии с ДНР, ЛНР, что там что-нибудь да разрушили. Куда-нибудь да попали в жизненно важный объект. То есть это свора военных преступников, которые вообще не собираются достигать никакого мира, никаких договоренностей, потому что для них мир это для них политическая, а может быть и физическая смерть. Какие Минские соглашения? Штанмайер как маленькое дитя, честное слово. Когда они все это здесь мутили, они что, не знали, что здесь будет? Это если не знали, значит они не политики, простите, а кусок дерьма, потому что не предугадать, каких тварей они поддерживают и не понимать, что будет после этого, могут только умственно отсталые. Но я, честно говоря, даже не ожидала, насколько не самостоятельны европейские правительства, что они полностью в фарватере штатов. Я все-таки считала, что у них хоть какой-то суверенитет остается. Увы, нет. Но все-таки у них риторика становится вроде бы как все жестче и жестче подошли к Киеву. Вот сейчас, извините, даже представитель ОБСЕ сказал, что нет российской армии на Донбассе. Представитель ОБСЕ, который заявил, что оказывается нет российских войск на Донбассе, это как бы капитан очевидность. О том, что их там нету, там только лазают отдельные бойцы невидимого фронта, это как бы было понятно и так. Потому что если бы там была регулярная армия, то в наше время с современными технологиями, когда можно посмотреть на цвет трусов тетки в окне из космоса, не увидеть регулярную армию было бы невозможно. А тут ОБСЕшники наконец-то очнулись, над ними же там стебутся, осторожно, слепые наблюдатели. Они туда приезжают, получают шикарную зарплату, ездят на прекрасных машинах, бухают в лучших кабаках, договариваются, когда там стрелять, когда не стрелять, и чухают себя великолепно. То есть ребята приехали в Папуасию подшибить бабла и порассказывать сказки Венского леса о том, что там происходит. Видела я этих ОБСЕшников и в Луганске, и в Донецке. И наслышана об их бурной деятельности. Местные их там ненавидят, просто до таких степеней я им передать не могу. Потому что подонки. Реально лживые подонки. И тут внезапно, ай-яй-яй, там нет российских войск. Ты смотри, кто бы мог подумать? Какая неожиданность. А вот Кацаба полтора года отсидел за то, что то же самое говорил. А вот то, что риторика становится жёстче и жёстче, или это ни к чему не привезет? Это ни к чему, собственно говоря, не должно привезти. Потому что все уже смирились с тем, что это будет смесь Сомали с Гаити, только это будет двигаться не настолько быстрыми темпами, как все бы боялись. Все-таки запас прочности еще какой-то есть. А что им теперь делать? Исправлять это всё? Извините, за какие шиши? Это ж теперь они только признают, что оказывается и химического оружия не было в Ираке, и на Каддафи не было оснований нападать, и вот, блин, с Асадом они ошиблись. Какая незадача? И вот разведка им не то донесла, а вот просто разгромили чужие страны. То же самое и тут. Ай-яй-яй, какая была жесткая злочинная панда, просто катастрофа. Вы посмотрите на тех мразей, которые пришли после них. Или вы не знали, кто они такие? Знали, всё они знали. И делали это абсолютно осознанно и хотели достичь именно такого результата и заработать на этом результате и попилить денежки. Что они с успехом и сделали? Показательный суд над бойцами Торнадо. Это какой-то показатель того, что власть хочет навести порядок с добровольческими батальонами. Что касается Торнадо, просто уже не было возможности скрывать тот беспредел, который они творили. Ну, вдобавок, еще Бойко вылез, опубликовал известные фоточки с бильярдными шарами в анусе у товарища Бельмеса и все такое прочее. До переписку, как они, простите, сношались при собственных детях. Поэтому тут как бы ничего удивительного. А Торнадо было нанято Аваковым именно с целью разжигания. Ну, нельзя заставить просто так человека идти воевать. Но человек пойдет воевать, если какая-нибудь мразь типа Бельмеса заберет у его 10-месячного ребенка пакет сока. Как об этом рассказывал Москаль еще в незапамятные времена. То есть вот такие вот всякие Торнадо нанимались уголовники Аваковым лично именно для того, чтобы возбудить местное население на востоке на войну. Потому что война это же для Авакова и Шайки мать родная. Это же сколько можно бабок с коммуниздить. Вы имеете ввиду, чтобы местное население начало воевать против вооруженных сил Украины? Конечно, естественно. Это как надо было достать людей, чтобы они пошли воевать. Там жило вполне вменяемое население, которое и не помышляло ни о каких войнах. Войну развязало ВСУ, чтобы там не рассказывали пропагандоны штатные. И именно такие вот как Торнадо ходили, надрачивали местное население против Украины своим беспределом. Извините, ВСУ это армия, а также добровольческие батальоны это отдельно. Это в армии все-таки меньше отморозков, потому что там людей призвали, очень многим не было куда соскочить, но добробаты это, конечно, клиника. Патриотов, которые там были безмозглых, отстреляли первыми, естественно, ну а дальше кто там остались? Бандиты, мародеры, ублюдки. Кто еще там мог остаться? Потому что вменяемые люди сразу поняли, что нет там никаких российских войск, и кто с кем воюет, тоже все сразу поняли. Как вы считаете, в любом случае рано или поздно ситуация на Украине стабилизируется. Не факт. Ну лет через 5-10. Нет, одну секунду. Такие страны, как Сомали, Гаити, загнивают уже много десятилетий, и ничего не случается. Почему такое не может случиться с Украиной? Она же не нужна никому. А украинцы стали просто почвой, навозом для более институционально успешных народов. И разбегаются отсюда как тараканы. В Польше уже больше миллиона. Сколько в России даже никто и подсчитать это не может. По соседним странам то же самое. Отсюда удирают все. Потому что никакой перспективы не видят. А вы почему остаетесь? У меня научный интерес. Я институционалист и смотрю за крушением государственности. И пока она не сотрется полностью в пыль, я буду за этим наблюдать и документировать. но все-таки если мы предположим что есть вероятность стабилизации ситуации на Украине на голубом вертолете приедет новая власть. Я могу представить только что действительно прилетит волшебник в голубом вертолете и бесплатно покажет стриптиз. Пока я не вижу никаких сил которые желали бы стабилизировать ситуацию в Украине. Наоборот все кто только дорывается они дограбливают этот ресурс. Потому что они не верят что здесь можно что-то разрулить а раз возможно что-то стырить и удрать так понятное дело они так и делают. Ну вот вы видите там я не знаю там издыхающую лошадь и вокруг толпище шакалов. Они же не надеются оживить эту лошадь. Наоборот они пытаются урвать как можно скорее там еще живого мяса там пока лошадь совсем не сдохла и соседняя там шакалья стая не сожрала эту лошадь самостоятельно. Вот примерно такая же ситуация и в Украине. Ну а как же оппозиционный блок или партия Мураева, Робиновича? У людей бизнес-проект. Они тоже хотят дорваться до того же самого. Простите они уже очень давно у власти. Если у человека на экране Гонопольский с Корчинским то о чем тут можно вообще говорить? А мне он сказал что вот я не могу тебя в эфир потому что у меня из-за тебя лицензию заберут. Ну так понятное дело за Гонопольского с Корчинским не заберут. Ну это просто даже не смешно. Вот сейчас судят торнадо. А могут быть в будущем процессы над офицерами вооруженных сил Украины которые артобстрелы устраивали в направлении городов? Только если действительно придет какая-то власть поддержанная кем-то из крупных игроков и будет именно целевое задание наказать беспредельщиков. А так кто этим будет простить и заниматься? Петя у нас по-прежнему валает про непобедимую легендарную в боях постигшую радость побед защитившую мощной грудью всю Европу вед Российской навалы Турчинов несет тот же бред когда он свою куриной жопой начинает что-то шлепать хочется чем-то тяжелым бахнуть в телевизор. Кто будет это делать? Ну впереди зима впереди отопительный сезон поэтому ждем впереди новые платежечки за отопление Некоторые политики начали говорить о том депутаты которые не относятся к оппозиционному блоку что надо восстанавливать связи с Россией мириться торговать Педя Порошенко тоже сказал что 15 миллиардов долларов стоило коварная агрессия России Есть анекдот на эту тему когда чувачок грохнул папу и маму а потом просит суд пощадить несчастного сироту но у Пети проблем никаких нет Липецкая фабричка Рошен работает со страшной силой иногда чтобы когда Петя загоняется там налагают аресты там на всякие счета а в целом у Пети все чудесно он с Россией шарашит как подорванные его окружение тоже но оказалось что никому в Европе Украина нафиг не нужна вместе с ее товарами как будто это и так не было очевидно что никому кроме России наши товары не нужны это же настолько очевидно что даже говорить не о чем это только кастрюлеголовые дебилы на Майдане могли верить что Европа нас примет с нашими товарами с распростертыми объятиями им свои девать некуда наши им зачем вот такое ощущение что люди массово просто заболели и не видят что случилось с экономикой Болгарии и так далее только Польша процветает потому что она получила море баблище от соединенных штатов ну естественно пусть посмотрят что творится в Болгарии в Венгрии почему буяни от Болгарии и Венгрии все по тому же пусть посмотрят на Прибалтику там от Латвии не осталось ничего кроме центра Риги и окна из которого выпал профессор Плейшник а так чистая погранзастава из которой дети целыми классами окончив школу немедленно сваливают в Евросоюз такая же ситуация по всей Прибалтике то же самое чего они хотели то я не знаю какими надо быть кретинами они что Грецию не видят у них мало примеров перед глазами не что касается западной Украины то это гулячье быдло всю жизнь мечтало мыть жопы польским панам других вообще у них мыслей сроду никогда в их кастрюлеголовых бошках не было меня поражает центральная Украина но зомби и радио тысячи холмов работают великолепно и способны зазомбировать кого угодно если у них так хорошо у нашей украинской линии так хорошо налаженные отношения с Россией почему они отказались принимать российского посла но это же пиар это же пропаганда кастрюлеголовым же надо каждый божий день рассказывать свежую каву от Парномарио каждый день надо рассказывать про черговые перемоги рассказывать про свитяжную борьбу с москальским агрессором а как же иначе упоротые начнут что-то подозревать но они и так уже начинают что-то подозревать глядя на квартирки рыбы леща и щучки за щучки а по поводу нового посла соединенных штатов Америки ну ее давно в порядке ротации назначили чем-то отличается да ничем чем она может отличаться только я думаю что поезд все-таки успел помыть гораздо больше баблишка из этих пяти ярдов которые были выделены штатами на реголюцию агидности и про гонину на Майдане и на печеньки как вы можете более в широком смысле прокомментировать скандал с квартирой у Залещевка и Лещенко эти люди настолько тупы настолько безмозглы что даже не в состоянии как следует соврать это говорит о том какого пошиба кадры подбирают наши заокеанские друзья для своих компрадурских целей это ж насколько надо быть тупорылыми чтобы плести такие отмазки швед кстати молчит который якобы за Лещучки бабло дал он уже двое суток молчит его уже начали доставать прокомментирую чувак с какого перепуга ты за Лещучки дал бабло не будучи с ней ни в каких отношениях официальных да официальных то есть ну я даже не знаю что этот швед ответит скандал пока в разгаре но упоротые страдают я пробежалась по упоротым пабликам боже 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 как им тяжело они не ожидали такой подставы Лещ был для них светочем просто светочем они еще пусть он в гадько пороются там они еще не то про Демальянс узнают а почему эта история получила такой резонанс да да потому что Лещ позиционировал себя как что он чист как слеза комсомолки альтруистичен как три матери Терезы одновременно что он там борется с коррупцией что аж гай шумыть а тут оказалось шумы эту коррупцию помните у них маечки факт коррапшин вот они ее ебут ебут а она хребчает причем как раз таки с их непосредственным участием поэтому народ и возбудился то есть когда тырит какой-то заведомый коррупционер тут как бы ничего удивительного но когда такой же мразью оказались товарищи которые громче всех валалы про рук честно про всякие декларувания про заботяжную борьбу с коррупцией тут порвало уже даже упоротых какими бы дебилами майданутыми они не были они начали о чем-то подозревать уже даже про намарио в комментах вопросики задают что что-то ты чувак не то рассказываешь какая же это парамока если это чистая вода израда а парномарио это это олег пономарев который из канады я так думаю ведет проект для особо умственно отсталых потому что то что он там пишет это конечно ни на что не натянешь народ веселится от души у нас есть любители которые делают скриншотики всех его высеров и просто веселятся от души особенно скаментов восторженных следующая резонансная история которая выстрелилась после квартиры Лещенко это выступление 95 квартала что так возбудило вообще это выступление 95 квартала было черти когда и никто бы не обратил на него внимание если бы не начался целенаправленный вброс видео с этим выступлением и привлечения внимания упоротых к тому что там было сказано а сказано там была чистейшая правда и я уверена что Бенни Коломойский полностью одобрил этот текст включая последнюю запятую и интонацию с которой говорились конкретные фразы это был чистый наезд на алкоголика и попрошайку пятюнку в рамках личных терок в мире там Коломойского с Порошенко а вот то что упоротых надрочили на это видео ну сами видите боты распространили срач подняли ну и понеслось а Зеленский ну Зеленский как Зеленский шлюха она и в Африке шлюха не трогайте клоунов не трогайте скоморохов они служат любой власти им до дверок ну честно говоря даже с моей точки зрения ну немного перебор почему они опускали не Порошенко а опустили Украину простите я абсолютно не ассоциирую Украину с этим сбродом мразей которые сейчас с помощью пендесовой Европки захватили здесь власть Украина не такая Украина вменяемая я ни у кого не прошу никаких кредитов я не собираюсь становиться в очередь в сраную Европу мне там ничего не надо я могу туда съездить в гости но я не собираюсь туда переезжать как они все задрали вам надо одним в Европу другим в Россию собрали чемоданы и поехали оставьте в покое тех кому ничего не надо кто хочет жить здесь а так ничего нового Зеленский не сказал всю чистую правду кисы обиделись ну так а что на правду обижаться как-то вы можете прокомментировать убийство Шеремета потому что очень странно профессиональное убийство а с другой стороны непонятно какой мотив понятия не имею кому нужен этот Шеремет единственное что я слыхала от полицаек знакомых что адская машинка была подложена вовнутрь вопросы к хозяйке машины или ее дружку Лещенко может он действительно кто-то там покушался на самом деле на притулу может кто-то там взял у нее в долг кто его знает и хотел избавиться от нее поэтому это очень 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 странный и непонятный вопрос я что-то там сомневаюсь что это убийство будет раскрыто люди из ФБР приехали и что они там могут найти тип взрывного устройства где оно было заложено но они установили тип взрывного устройства установили что оно было заложено изнутри и как они определяют кто это сделал и зачем откуда они могут знать о местных разборках если тут выплыл договор займа между Лещенко и притулой только после того как этот дурень оформил на себя хату кто там знает кому еще была должна притула или кто был должен ей кому был должен шеремет или кто ему был должен кто это может знать какие там разборки у этих грантоедов что они между собой не поделили может какой-то грантик не попилили кто его знает а найти сейчас спеца который адскую машинку соберет и в машинке установит это вообще не проблема таких спецов бегают толпами голодных неприкаянных только я жду чтобы их кто-то нанял тоже мне проблема поджог на телеканале интер все-таки это террор против свободомыслия или другой альтернативной точки зрения или это разборки между олигархами я не знаю заказывали ли Лева с Фирташем этот поджог единственное что я могу сказать если бы они не хотели чтобы этот поджог был его бы не было они бы просто наняли пару-тройку десятков профиков которые раскидали бы всю эту быдло шваль корча и кивы в три секунды слава богу у нас специалистов хватает заплати им по 300-400 баксов на нос и следа бы не осталось от этих странных радикалов следа бы не осталось но если Лева и Фирташ не наняли таких людей значит они хотели чтобы канал спалили возможно они хотели чтобы там было очередное зверячее побытя журналиста может кто-то бы умер к счастью к счастью этого не произошло потому что то что этим тварям глубоко она плевает на этих несчастных журношлюх какими бы они ни были но они все-таки люди хотя и проститутки они не заслуживают смерти в огне и травмировании позвоночника но Леви с Фирташем конечно на них начихать поэтому зачем это надо было Леви и Фирташу жупым спалили канал я не знаю но категорически утверждаю если бы они не хотели чтобы так случилось этого бы не случилось ну а почему какая-то странная реакция милиции широкий резонанс получил этот поджог Интера и все равно людей которые обвиняются в этом поджоге отпускают потому что это люди Аваково его поджигали ну что непонятно кива да корч что они сам себя будут арестовывать что ли он не до такой же степени больной но можно было поддержать кого-то зачем ну хотя бы зачем вот он кого-то поддержит и кто в следующий раз пойдет подписываться под его провокацией зачем ему это надо а расскажите как вообще криминальная обстановка в Киеве в Киевской области с криминалом вы же я просто знаю что вы сталкиваетесь да я уголовный адвокат поэтому я по клиентуре знаю они же не забывают отзваниваться и рассказывать как у них жизнь молодая ходят на дело по несколько раз они сейчас боятся не полицаек они боятся что их тупо пристрелят жертвой они не боятся что их поймают и посадят они боятся что просто те кого они идут грабить убивать просто их убьют вот этого они реально боятся и некоторые да уже пострадали потому что далеко же не все безобидны как кузнечики оружие на руках немерено и убивают и топорами башки раскраивают то есть всяко бывает но этих всех полицаек они не боятся они боятся только что жертва окажет сопротивление с плачевным для них исходом то есть они больше боялись при Янковиче полицию не ну так ментовка то работала хоть как-то служба участковых была еще не полностью развалена а сейчас кто будет это все раскрывать вот я объясняла тупорылым кастрюле головым что основа любого розыска это участковые которые живут на своей территории с незапамятных времен пусть они берут взятки пусть они там приторговывают наркотой пусть они там пятое-десятое там водка там бляди и все такое но они знают людей со своей территории если что-то случается не знают куда бечь и кого искать а сейчас этого нету и поэтому вероятность раскрытия чего-либо равна или стремиться к нулю потому что некому раскрывать зацепиться не за что я же говорю моя клиентура вообще полицию не боится они боятся только того что на деле жертва окажет сопротивление их грохнет вот этого они боятся а так выросла преступность до такой степени что майка заворачивается в большинстве случаев народ даже в полицию не заявляет потому что знают что это бесполезно ну а грабили ну да ну толку к этим анимешникам обращаться они умеют только селфи делать и бабушек через дорогу переводить что толку к ним обращаться время терять разве что могут обратиться к местным бандитам если что-то там дорогое скоммуниздили попросить вернуть там за какую-то сумму вот и все а с полицией дело иметь ну это просто глупо к тому же полицайки последнее время отжигали не по-детски то кого-то и забьют то убьют то еще чего-то то пьяные куда-то врежутся ну понабирали быдло по объявлению а что вы называются хотели от такой реформы скажите в чем суть конфликта между генеральной прокуратурой и национальной как это НАИБУ НАИБУ да но тут еще вопрос в том что генеральная прокуратура еще и с министерством внутренних дел начала конфликтовать бабло и только бабло лежит в основе всех конфликтов между нашими силовыми структурами потому что жирные реально жирные и податливые клиенты попадаются редко а кушать всем этим правоохранителям кучится всегда отсюда конфликт насчет того кто там что должен расследовать о том где держать там людей то ли на Аскольдовом то ли в Лукьяновке кто пойдет с обыском и что-то там скоммуниздит вот и вся суть конфликтов никаких других оснований для этих конфликтов нет только боротьба за жирных и податливых клиентов которых можно раздоить на кучу денег все больше их не интересует ничего верить в то что они там борются за какую-то абстрактную законность могут только самые упоротые кастрюли головы которым уже кастрюля к мозгам приросла еще на Майдане и с тех пор не отлипала есть такое мнение что вот это национальное антикоррупционное бюро Украины это структура которая контролируется соединенными штатами больше так они все контролируются штатами все и СБУ и НАИБУ и ГПУ и САП они все контролируются штатами поэтому тут разницы никакой но люди всегда люди всегда хочется кусок побольше пожирнее и вырвать из пасти у ближнего своего можно подумать что пендасы чем-то отличаются от любых других людей ничем они не отличаются кто может поехать в такую дикую страну как Украина отребья которые не пускают на более вменяемое направление ну посмотрите на этого поета господи на всех остальных на эту Нуланд на эту Псаки боги-боги уход Ложкина с должности главы администрации президента мудрая крыса вовремя удрала с тонущего кораблика это из той же серии что переодевание в воздухе Димочки Гордона который внезапно прозрел что это из-за Майдана у нас 10 тысяч трупов гражданская война и полный беспредел ты же мой котик наконец-то дошло поэтому все кто хоть немножечко смотрит в будущее и кто все-таки не феноменально жаден уже потихоньку отваливают от этого Титаника и отплывают подальше а есть еще другие прецеденты кроме Ложкина я знаю средние руки товарищей которые там сидели там на тендерах там на всяких закупках они потихоньку отплывают и многие даже текают подальше от страны покупают недвигу где-то там в Европке даже в Америке потихоньку отсюда сваливая не, ну Касси вообще хитрожопая отродья я поражаюсь как у него хватило у Мишка сфоткаться с полицаем это уж он совсем обнаглел но он же сфоткался с полицаем в Панаме и после этого получил кучу траблов а сидел бы как мышь под веником и не гундосил и никто бы его и не трогал так это из-за фотографии ну возможно говорят что да называется не понтуйся и не отсвечивай а вы считаете что все-таки есть ли какие-то признаки того что корабль вот тонет он по полной программе уже врезался в айсберг вопрос только в том когда вода заполнит все трюмы уже все врезался в айсберг он на Майдане просто скорость заполнения трюма водой она не настолько большая как казалось бы инертность все-таки сохраняется ну тогда последний вопрос а как вы считаете возможен ли третий Майдан учитывая то что недавно появилась новость как действующая власть срочно начала ремонтировать водометы ну попилили бабло а так ну кто его будет проплачивать и с какой целью мало устроить Майдан надо чтобы старшие товарищи признали госпереворотчиков легитимными я думаю что пока в Пиндостане не пройдут выборы не станет понятно какой был курс будет новообранного президента все будут в велотекущем порядке там суетиться но никаких радикальных действий никто предпринимать не будет поэтому ждем выборов посмотрим что там будет посмотрите все-таки существует серьезная база для социальных протестов именно внутри Украины из-за тарифов просто когда люди получают платежки за отопление все эти протесты не стоят вообще ничего если не будет кого-то кто проплатит печеньки палатки сцены дрова шины и институциональных организаторов для Майдана Мустафана Ем и прочая Шваль выступали так называемыми институциональными организаторами они делали фрейм для революции то есть они организовывали все эти быдломассы кастрюлеголовые в структуру для проведения этой быдлореволюции а сейчас кто это будет делать это денег стоит и организационных усилий пока что я не вижу кто хотел бы это сделать потому что непонятно зачем цель прийти к власти так они и так у власти вы считаете что они действительно с этой точки зрения талантливые что они смогли организовать толпу или это простая технология это организовали пендесы они-то тут при чем они выполняли указания людей которые делают уже в хрен знает какой стране подряд ну вот мы стали примером и после этого вот обломы случились в Армении Казахстане не получилось потому что местные люди смотрят что Украина со своей страной это сделала видят что все похоже а ну его нафиг говорят и поэтому вот мы можно сказать действительно стали щитом для постсоветского пространства против всех этих быдлопендовских революций не говоря уже о том что мы действительно пожертвовали собой чтобы Россия увидела что бывает когда там под команду всяких там навальных и прочих мрази прыгать по Манежным и Болотным вот это да вот это мы пожертвовали собой это правда это Подписывайтесь на TopInform. Мы покажем больше.